И хочу пригласить на эту сцену генерального менеджера по России компании Uber Дмитрия Измайлова. Пожалуйста, встречаем. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за приглашение на конференцию. Очень рада здесь присутствовать. Я начну сразу, у нас много слайдов, так что некоторые я буду проходить достаточно быстро. Но потом, если будут вопросы, буду рад ответить. Давайте начну кратко о нас. Я надеюсь, что большинство людей, которые сидят здесь, уже о нас знают или наши пользователи. Тем не менее, что такое Uber? Uber — это технологическая компания, основанная в 2009 году в Сан-Франциско. Что это практически? Это мобильное приложение, которое соединяет миллионы водителей с пользователей по всему миру. Убер сейчас доступен в более 300 городах и 57 странах, в России, в Москве и Санкт-Петербурге. Как это практически выглядит? То есть вы качаете приложение, регистрируетесь, видите себя на карте через геолокацию, приезжает машина. Вы видите, до того, как начинается поездка, дополнительную информацию про водителя. То есть имя, машина, марка машины, номер. Можете связаться с водителем. После окончания поездки деньги автоматически списываются у вас с карточки. То есть вам не нужно возиться с наличными деньгами. И вам приходит на счет, на email счет с детализацией поездки. То есть вы точно понимаете, за что с вас списали деньги. Изначально это было только для приложений. И через интернет сейчас вышел Apple Watch. Уже разработали приложение для Apple Watch тоже. Это пока еще такая версия, я бы сказал, первоначальная. То есть там не все функции присутствуют. Но тем не менее базовые функции уже есть. Ну и постоянно продолжаем работать. У нас есть достаточно большие команды инженеров, которые сидят и в Сан-Франциско, и в Европе. Которые продолжают усовершенствовать и как мобильное приложение, и теперь вот и для Apple Watch. Это вот чуть-чуть вкратце о росте компании. То есть мы запустились в 2010 году. Запустился первый офис. Сейчас 300 городов. За первый год запустился всего лишь один офис. То есть тестировалась модель. Пытались понять, насколько хорошо она будет работать. За последний год запустилось 200 городов. То есть рост очень успешный. Ну и в общем-то остальная часть презентации. Я хочу объяснить, почему модель так хорошо работает. И здесь реально три вещи. Первые две – это преимущество для клиентов и для водителей. То есть как инновация помогает этим двум сторонам. И последняя часть – это как она помогает городам. И это будет последняя часть презентации. То есть если начинать с клиента, то есть это три вещи. Доступность цен, надежность сервиса и качество и безопасность. То есть если посмотреть, как работает ценообразование, почему оно ниже. То есть здесь две вещи главные. Первое – это эффективность системы. Второе – это эффективность работы самой компании. Если посмотреть первое – на эффективность системы, там две части. То есть первое – это мы всегда пытаемся понизить время подачи. И второе – пытаемся сбалансировать спрос и количество машин на линии. И добиваясь этого, мы понижаем издержки для водителей. Таким образом можем понизить цены. Второе – это эффективность работы самой компании. То есть у нас такая модель, что есть очень большие хаб-офисы, которые находятся и в Штатах, и в Европе. Во всех 300 городах, где мы присутствуем, у нас команды достаточно маленькие. И мы пытаемся свести максимальные издержки к онлайну. То есть, допустим, рекрутинг водителей через онлайн, поддержка через онлайн. И это позволяет опять эти деньги отдать клиенту и понизить цены. Второе – это надежность сервиса. И вот это вот как бы одно из таких очень слайд мне нравится, потому что он показывает, когда система работает хорошо, какой результат. Это время подачи в разных городах мира для Uber. То есть самое быстрое время подачи – 2,4 минуты в Сан-Франциско. Но это реально, вы завязываете шнурки, заказываете машину, и пока вы спускаетесь по лестнице, машина уже вас ждет. У нас в Москве пока еще не так хорошо, у нас 6 минут. Но уже виден прогресс. Когда мы запускались 5 месяцев назад с UberX, это массовый наш продукт, было около 10 минут, сейчас 6. Будет продолжать эта цифра снижаться, опять же из-за оптимизации системы, из-за понижения времени ожидания. Но скорее всего к самым низким цифрам приблизиться мы не сможем, просто из-за географического размера города. Следующее – это безопасность для клиентов. Здесь несколько слайдов, я их достаточно быстро пройду. Но это очень важный компонент, это нужно сравнивать с транспортом и такси, допустим, 10-летней давности. То есть сейчас у нас есть очень строгий отбор водителей, то есть там есть некоторые формальные требования к машинам, к возрасту водителей, к документам, которые они должны сдавать. Есть качественные требования, то есть знание русского языка, знание города, требования по вежливости отношения с клиентами. Второе – это регулярные тренинги до начала, до того, как люди подключаются к системе. И дополнительные тренинги, когда мы считаем, что это нужно для некоторых водителей. Последнее – это прозрачность. То есть я вот уже говорил, то что до того, как начинается поездка, вы уже видите фотографию, имя, марку, номер машины, можете связаться с водителем. Еще дополнительная очень интересная функция – можно поделиться маршрутом. То есть вы можете послать с приложения ссылку своим близким, и они могут из дома или своего приложения следить, как вы передвигаетесь по городу. Это прозрачность, которая, опять же, инновации добавляет и помогает обеспечивать дополнительную безопасность. Второе – это продолжение безопасности, это постоянное улучшение качества. То есть у нас есть рейтинговая система, она работает в обе стороны. То есть у нас клиенты оценивают водителей, водители оценивают клиентов. После каждой поездки у нас сидит локальная команда в России, которая разбирается с каждой претензией, которая негативная. Стараемся это делать оперативно в течение шести часов. Опять же, эта цифра, она постоянно падает, постоянно мы вкладываем в это деньги и ресурсы, чтобы сервис поддерживать. И последнее – это прозрачность с точки зрения цен. То есть вы до того, как начинаете поездку, вы знаете тарификацию, вы можете рассчитать поездку до начала поездки. И очень важный компонент – то, что после окончания поездки вам приходит счет очень детальный. То есть вы видите, за что конкретно сняли деньги, за минуту, за километр, вы видите, откуда и куда вы ехали. Можете ответить на этот же email, если вы не согласны с тем, как рассчиталась стоимость. И опять же, служба поддержки будет вступать и помогать разбираться. Следующая – это вторая сторона. Почему это работает система для водителей? Потому что развитие компании, оно только может происходить, если и водители, и клиенты довольны. То есть для водителей самая опасная вещь – это простое. То есть когда они стоят и не работают. То есть это время между заказами, то есть сделал заказ, час подождал до следующего заказа. Это потерянное время и деньги. И второе – это время подачи. У нас здесь несколько моментов. Первое – это нам очень важно покрыть весь город машинами. То есть это очень важно для того, чтобы уменьшить, во-первых, время подачи. И во-вторых, чтобы привлечь клиентов. Потому что один из первых слайдов, который я показывал про надежность – это один из факторов, который привлекает дополнительно клиентов. То есть эти вещи всегда идут параллельно. То есть мы пытаемся добиться ситуации, когда машин настолько много, что время подачи такое маленькое, что это само по себе привлекает клиентов. Низкие цены привлекают дополнительных клиентов. Это нам разрешает дальше понижать цены и привлекать дополнительных клиентов. То есть получается такой цикл. И для водителей это выгоднее, чем система, где они ждут дольше, но получают больше за каждый заказ. То есть им выгодно то, что заказов больше, хотя цена за каждый заказ может быть меньше. Ну и дополнительно это то, что у нас в принципе достаточно гибкие партнерства с водителями. То есть мы им не навязываем никаких сложных правил. Они могут работать сколько хотят в те дни, которые хотят. И это тоже для водителей привлекательный достаточно фактор. Следующая часть презентации это то, как эти инновации помогают городам. Здесь вот несколько вещей. То есть первое это экономический эффект. То есть 14500 водителей это количество водителей, которые у нас сейчас есть в Лондоне. Из них 10 тысяч сделали больше, чем 100 поездок за последний месяц. То есть это реально активные работающие водители. В Москве мы на данный момент меньше. Но потенциал этот есть. То есть Москва, во-первых, больше, чем Лондон изначально. Очевидно, что рынок транспортных перевозок очень активно развивается. И то есть с точки зрения экономики это очевидно такой положительный результат. То есть дополнительные рабочие места, водители могут нормально зарабатывать деньги. Ну и дополнительные налоги платятся, конечно, для города Москвы. Следующее это вот по настоящим данным построена карта Москвы. Показывает откуда и куда идут заказы. Ну соответственно, чем больше шар, чем больше линия, тем больше заказов из того места. То есть достаточно логично, что большинство заказов идет из центра. Но тем не менее, что очень интересно и привлекательно на этой карте, это то, что она показывает сильный разброс заказов. И это важная часть Uber во многих городах, то, что мы помогаем расширять транспортную инфраструктуру городов. То есть транспортная инфраструктура в Москве, в принципе, развита хорошо. У нас хорошее метро, большое и работает эффективно. Но тем не менее, Uber накладывается на эту инфраструктуру и помогает пользователям передвигаться дальше по городу. Следующая часть, это опять возвращается к безопасности, но теперь уже не клиентов и водителей, а скорее людей в городе. То есть это аварии, связанные с алкогольным опьянением. Это, конечно, проблема, которая присутствует во всех больших городах. В России, соответственно, тоже есть. Что этот график показывает? То, что большинство заказов у нас приходится на пятницу и субботу, как раз в то время, когда происходит большинство ДТП, связанных с опьянением. И наша система, когда она работает эффективно, то есть это возвращается к низкой цене, к надежности сервиса, она помогает бороться с этой проблемой. И реально этот результат мы видели в Сиэтле. Сиэтл – маленький город на западе Штатов. После выхода Uber на рынок количество ДТП, связанное с нетрезвым вождением, упало на 10%. Анализ там достаточно грубый, то есть не весь эффект – это от Uber, скорее всего. Но, тем не менее, это показывает потенциал. Соответственно, с развитием Uber в России мы можем ожидать такой же эффект и в Москве тоже. Следующий – это слайд о экологии и, в принципе, о трафике. То есть очевидно, что в Москве и во всех больших мегаполисах пробки, проблемы с парковкой, загрязнение воздуха – это актуальные проблемы. Одна из таких основополагающих вещей Uber – это то, что мы пытаемся максимизировать эффективность использования автомобилей. И это будет… Я сейчас еще обслужу более детально на следующем слайде. Но идея такая, что если мы можем более эффективно использовать автомобильный транспорт в Москве, то таким образом можем уменьшить количество машин, уменьшить количество пробок и, соответственно, помочь экологии города. И как раз в этот момент перейдем к следующей теме. То есть это города будущего. Это вот я сейчас расскажу про пару продуктов, сервисов, которые тестируются в других городах. Я надеюсь, что когда-то будут и у нас. То есть первое – это UberPool. Это сервис, который тестируется сейчас в Сан-Франциско еще в пару местах. Что это такое? Это передвижение по городу, когда в машине сидит больше, чем один пассажир. То есть сейчас, как происходит заказ, вы заказываете машину, едете и все. Обычно это один пассажир, но если вы с кем-то сразу вместе выезжаете, то может быть больше, чем один. Что мы пытаемся сделать? Это построить систему, когда вы при заказе говорите, что вы готовы ехать еще с кем-то. Вы едете по городу, но не едете прямо к своему месту назначения, а забираете по пути еще второго пассажира. Вы едете вместе, потом вы высаживаетесь, второй пассажир продолжает ехать, забирает третьего пассажира, они едут вместе, второй высаживается и так далее. То есть цепочка продолжается таким образом, что у вас всегда в машине есть хотя бы один пассажир. То есть если вернуться к слайду про эффективность работы водителей, мы говорили, что очень важно, чтобы водитель не проставил. И если мы добиваемся вот этой цепочки, когда у нас всегда есть один пассажир, то мы эту неэффективность из системы просто убираем. Она исчезает. Это позволяет опять же снизить цены, повысить эффективность использования автомобилей. Как один из примеров, в Сан-Франциско добились такой ситуации, что для некоторых поездок теперь дешевле ехать на UberPool, чем на автобусе. Это показывает эффективность работы системы. Как это выглядит с точки зрения цифр? То есть если посмотреть, это сравнение персонального автомобиля и автомобиля, подключенного к системе UberX. То есть если такое же количество пассажиров, то UberX выигрывает против обычного персонального автомобиля в том, что он меньше простаивает. То есть он больше ездит целый день. Утилизация круглые сутки, ну или меньше, чем круглые сутки, но персональный автомобиль, если посмотреть, как его используют, вы приехали на работу, оставили машину на 8-10 часов, она стоит без дела. Таким образом можно добиться в 7 раз улучшить эффективность использования автомобилей, просто подключив ее к системе типа UberX. Следующий шаг – это переход от системы UberX к системе UberPool. То есть это опять же мы теперь не только увеличиваем количество часов, в которых машина работает, мы еще увеличиваем количество пассажиров, которые сидят в машине одновременно. Таким образом можно улучшить эффективность использования автомобиля в 13 раз. Ну и вот это возвращается опять к слайду про экологию, про трафик, про пробки. То есть если машины использовать в Москве в 13 раз более эффективно, в 13 раз уменьшить количество машин в городе, насколько чище был бы город? То есть это показывает опять потенциал этой системы. Следующие пару слайдов – это о еще дополнительном сервисе, который сейчас тестируется, это тестируется в Барселоне. Это доставка еды. То есть это переход уже от транспортных перевозок больше к логистике. Здесь у нас это доставка еды уже готовой, то есть это не продукт, а именно готовая еда, обеды и так далее. Здесь у нас три главных игрока, то есть у нас есть рестораны, у нас есть дистрибьюторы и водители-курьеры. Как это выглядит в практике? То есть это вот система, здесь с точки зрения пользователя он заказывает обед и забывает об этом. У нас потом система остальная – это уже наша работа. У нас есть рестораны, мы делаем заказ через ресторан. Еда потом распределяется через вот эти вот хабы. То есть это у нас дистрибьюторы такие вены ездят по городу. То есть если представить, что есть один ресторан, из этого ресторана выезжает какое-то количество машин, распределяется по городу, и потом из этих вот уже дистрибьюторских центров окончательно заказ развозят водители, подключенные к системе Uber. То есть получается такая сеть, через которую эта еда доставляется. Достаточно сложная структура, но с точки зрения клиента он заказывает еду, платит через платформу Uber и через 10 минут получает обед. То есть это задача этой системы. Сейчас тестируется, надеюсь, что будет дальше развиваться, и посмотрим, насколько скоро можем ее привезти в Россию. Спасибо, это все. Еще пока это в тестирующей фазе, вот в Сан-Франциско еще в нескольких городах. На данные даты определенной нету, но надеюсь, что скоро. У вас же, наверное, интересная должна быть работа с большими данными, поскольку у вас они геопривязаны и собираются. Расскажите, используете ли вы их как-нибудь в продвижении? Ну, то есть, например, у вас какая-нибудь, ну, это я так сейчас от фонаря, да, какая-нибудь статистика о том, что там в таком-то районе города чаще там, типа, приложения скачивают или там пользуются, ну, вот что-то такое. Ну, да, конечно, конечно, используем. То есть данные являются очень важной частью вообще нашей работы. Я бы сказал, что как бы одно из изменений, это как раз вот то, о чем вы говорите. То есть мы более детально смотрим по, реально, по кварталам, мы можем по часам смотреть, даже в какие часы именно из каких мест заказываются машины, кто заказывает, какой тип машины и так далее, как изменяется поведение клиентов. То есть, да, точно проводится этот анализ, и мы можем поэтому таргетировать именно определенных клиентов. Нет, почему? Ну, то есть у нас эта информация, во-первых, она поставляется водителям, да, то есть водители знают, то есть вот там слайд про эффективность работы водителей, там был хитмэп, на котором показано, в каких районах сейчас пик спроса, да, то есть водители эту информацию как раз используют, они знают, в какой район ехать, потому что там сейчас пик. И это как раз данные, как используются и прошлые, и, ну, реально актуальные, то есть в реальном времени это составляется карта. Ну, я не знаю, если я ответил на вопрос или еще? Давайте еще один вопрос. Дмитрий, у меня сдвоенный вопрос. Я пользуюсь сервисами Яндекс.Такси, на мой взгляд, они работают безупречно. Есть ли у вашего сервиса хоть одно преимущество, чтобы я стал пользоваться вами? Ну, и, соответственно, как продолжение вопроса, есть ли у вас перспективы в России, где Яндекс.Такси, наверное, доминирует полностью? Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что здесь несколько факторов. То есть в Москве это более низкие цены, то есть цены на 15-20% ниже, чем у конкурентов. Второе, то, что, ну, мы претендуем, что у нас лучше качество, и это, конечно, вам нужно оценивать. То есть если вы считаете, что их сервис безупречный, это, ну, ваше решение. Но, тем не менее, надеюсь, что вы попробуете и оцените наш сервис. Более глобально, если смотреть, ну, у нас покрытие не только в Москве, а по всему миру. То есть 300 городов, сейчас как бы россияне ездят по всему миру, и это вот удобство, которое конкуренты наши не могут предложить. Продолжение следует...